Приходит понимание, что должна быть гармония, как внутри церкви, и также то, что церковь делает за стенами. И я хотел сегодня немного высветить этот момент, потому что должен прийти порядок в тело Христа, для того, чтобы тело Христа исполнило свое предназначение на этой земле. Кто верит, что у Иисуса Христа, когда Он ходил и служил 3-3,5 года на этой земле, был внутри себя порядок? Все верят. Согласитесь, гармония такая, которой позавидуешь. Серьезно, читаешь, и ты просто завидуешь, все в кипише, мы погибаем, он такой, Чего тут меня разбудили, маловеры? Это реально гармония. Гармония неба и земли, проявленная в его спокойствии. Знаете, когда я читаю, думаю, вот какими молитвами он молился, когда он заболел? А ты хоть нашел одно место, когда он заболел? Не нашел. А знаешь почему? Потому что в его теле была абсолютная гармония. Небесного и земного была абсолютная гармония. Тело-то физическое, Адамова, дорогие, не другое. Ему нужно было через Марию, тело Марии, нужно было, чтобы Дух Святой осенил ее и рожденная, да, святым назовется. Святой по Духу, но тело, которое поддается всем абсолютным искушениям. Всем, которые ты сегодня проходишь, проходил и будешь проходить. Поэтому там написано к евреям, да, чтобы искушаемым мог помочь, потому что прошел. Ты понимаешь? Но вот в этом, интересно, в этом теле, которое было подвержено всем искушениям. Если бы оно не было подвержено искушениям, дьявол бы не тратил силы. А так дьявол постоянно его искушал. Постоянно. В пустыне, через Петра, через фарисеев, через всех, абсолютно всех. Дьявол использовал всех, чтобы искусить Иисуса. Поэтому тело такое же. И когда я читаю все четыре Евангелия, жизнь и служение Иисуса Христа, я не нахожу ни одного места, где Иисус заболел. Написано взалкал, да, то есть проголодался. Но не написано заболел и слег. И пришли ученики и плакали над ним. И возлагали руки. Но это говорит о том, что Иисус в теле, в теле, он был в гармонии с небом. Поэтому никакая тьма не имела права к нему прикоснуться. Это важно знать. Поэтому он со всей ответственностью и властью мог заявить. Вот идет князь мира сего, но во мне не имеет ничего. Помните, Иоанна, по-моему, 20 глава, там где-то в эти главы. Во мне не имеет ничего. Это очень важно. Важно нам понимать. Следующий момент, который мы должны с вами запомнить, понять и растворить в своем сердце, то, что Он ушел на небо, воссел Одесную Отца, и теперь мы в Нем. Он в нас. И мы на этой земле являемся телом. Я подчеркиваю. Маркером. Телом. Мы тело. Скажи, я тело Иисуса Христа. Да, Он глава. Ефесянам 5, да? 6. 5, 6. Везде там написано о том, что Ефесянам 2, 6, по-моему, что мы посажены со Христом на небесах. Да, мы посажены там. Он сегодня также в нас. Мы Его тело. Иисус глава. Так вот, мы как церковь Его тела. Ты представляешь, какое богатство мы имеем? Мы часть Его тела. Мы Его тело. Мы 1 Коринфянам 6, 15. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христова? Понимаете? Все, органы. Мы органы Христа. Знаете, в этом стихе я не знал, зачем Павел сюда вообще какие-то вещи темные пишет. Говорит, итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Думаю, зачем ты про блудниц тут пишешь? Все же так классно начиналось про тело. То, что мы часть тела Его. Мы Его часть. Каждый из нас составляет Его часть. Как все классно. Причем тут блудницы? Напиши где-то дальше там. Но он почему-то здесь это написал. Знаете, зачем? Потому что, когда часть тела отсоединяется, непонятно куда, она прилепляется непонятно кому. Печалька. Не важно, блудница ли это там физическая, потому что физически тело твое должно прилепиться. Иначе ты, ну как бы, да, в мыслях можешь сбудить, но физически, да, тело должно отсоединиться там от жены и прилепиться там к любовнице. То есть, смотрите, интересная аллегория, да, здесь на картинках, на пальцах, да, на фигурках мужчины и женщины Павел это все раскладывает. Но читай обратно. Читай с того, что вот не про то, что к кому прилепиться, а к кому ты прилеплен уже. Ты же понимаешь, Павел пишет, никак, то есть не будет, пусть не будет никогда. Да, знаете, я вот расширяю походу, расширенный перевод. И вот самая важная мысль, ты часть тела Христа, не отлепляйся от части тела. Я не говорю сегодня даже о поместных каких-то собраниях, там не оставляйте собрания, я говорю, а вообще о теле Христа, как тело Христа, понимаете? Это вселенское, всемирное, там одни одним занимаются, другие другим. Кто-то рука, кто-то нога, кто-то просто глаз. Он глаз, он видит вдаль, а ты не видишь вдаль, ты нога, ты видишь только вот шаг, который куда тебе тут наступить надо и все. Поэтому не осуждай тех, не осуждай себя, что ты ничего не видишь. Я говорю сегодня о том, что ты часть, но каждая такая часть, нога или рука, она имеет в себе определенные органы, составляющие руку. Когда вот рука болит, да, рука болит, какой-то палец болит, сложно что-то сделать. И каждый палец, он участвует в том, чтобы что-то брать, чем-то пользоваться, что-то листать. Я сегодня говорю о том, что есть фокус у Иисуса на каждую часть его тела. И в каждой части его тела должна быть функциональность. Если большой палец сегодня у тебя не работает, вот попробуй всеми этими пальцами взять чашку даже. Ну как ты ее возьмешь? Ло, а ложку. То есть, ну да, там можно еще палочки как-то научиться пальцами брать и суши есть. Но я тебе говорю, насколько это сложно. И ты понимаешь, что теперь в этой области нет гармонии. И как только вот здесь нарушается гармония, эта часть тела не функционирует на все 100%. Ты понимаешь? То есть, голова на небе, нормально все. С головой я спокоен. Иисус меня не подведет. С Иисусом все нормально. Воскрес из мертвых, взял ключа до смерти, сел одесную отца, воцарился на небе и добудет его царство на земле. Аллилуйя. При этом он власть имеющий и на небе, и на земле. Да? Теперь смотри, мы говорим о церкви. И как важна гармония в церкви. Для чего? Для того, чтобы сама церковь, как часть тела Христа, она могла функционировать. Вот почему для меня вот этот момент важен. Да, служитель сегодня не смог прийти по определенным причинам. Есть определенные причины у каждого. Абсолютно у каждого. У всех есть свои причины. Не смог. Притом раз, а кто с детьми будет? Ну как бы, никого. А кто сможет? Ну ладно, я смогу. То есть, у тебя что, нет больше служений? Есть. А почему? Да потому что некому. То есть, приходится восполнять нужду теми, кто уже задействован. То есть, я вот этими, нет вот этого служителя. Я вот этими пальцами пытаюсь что-то делать, а при этом у этого пальца еще была своя функция, вот что-то здесь нажимать. И вот представьте, ой, как трудно. Я лучше уже тоже дома останусь, чем два-три служения нести. Ты понимаешь? Почему мы Диану в отпуск отпустили? Потому что, стоя здесь на сцене, пая, готовя, на репетиции приходя, молясь, она еще ведет домашнюю группу. Кроме того, Костик должен был уехать. Да, он готовится, он уедет. И кому играть на гитаре? Кто когда-то играл? Ну я трошки играла. Ой, Диана, выручай. То есть, третья вещь, то есть, домашняя группа, пение, вокал, и тут гитара, при этом гитара, ну так, далеко-далеко-далеко, то есть, это надо переучиться полностью под электро. То есть, и получается, что у меня свободно, а вообще, как бы, один палец только уже свободен. Что я могу делать? Вообще ничего. Когда я могу делать? Вообще никогда. Есть у тебя время молиться? Нету. Читать Библию нету. Слушай. Нам, чтобы тебя не потерять, лучше сядь в зал, отдохни, почитай Библию, наполнись Богом. Но нагрузка на двух вокалисток сразу увеличивается. Ты понимаешь? Увеличивалась нагрузка. Мы пришли в четверг молиться. Спасибо, кто приходит, то верный. Знаете, тут тоже ситуация. Диана уже в отпуске, а Наташа срочно нужно было уехать совершенно в другую область. Катя сама приходит. Я одна. Я, я, а мы будем сегодня петь? Да, будем. Бог достоин, чтобы ему пели. Но не переживай, мы будем тебе помогать. Не ты будешь петь, мы все будем петь. Просто задавай какие-то слова, ритмы. Мы будем подключаться, потому что ты здесь не для того, чтобы ты пела, а мы тебя слушали и хлопали на концерте. Мы церковь, мы приходим, мы будем петь. Мы просто каждый в свою сторону поет. Поэтому у тебя есть микрофон, чтобы мы друг друга не слышали. Хоть немного синхронизировались, куплет припел. Да, и спасибо Богу за Вову то, что делает это, ее голос погромче, и мы друг другу не мешаем и не сбиваем. Иисус слушает это, его сердце умиляется, он говорит, детки мои, друзья мои, я люблю вас, вы такие хорошие, вы такие искренние. Мне так классно с вами. Итак, открываем Ефесянам четвертая глава. Извините, дорогие, те, на ком я примеры говорю, я вас очень люблю, но пока не расскажешь примеры, никто ничего не понимает. Так, хорошо. Ефесянам четвертая глава с пятнадцатого стиха. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть голова Христос. У нас есть голова Христос? Аминь. У кого есть голова Христос? У нас. Аллилуйя. Шестнадцатый стих, будь внимателем. Из которого все тело. Скажи, все тело. Там не написано десять процентов, дорогие. Если бы это было очень важно, вы знаете, апостол Павел написал бы десять процентов всего тела и все. А он написал все тело. Значит, я верю, любой ноготь на пальце, любой волосок на пальце, он для чего-то тут нужен. То есть, что-то Бог запланировал. Поэтому я говорю так, как написано Слово Божье. Пусть это Слово Божье осядет в вашей жизни. И, знаете, как Павел писал Второй Тимофею 3.16, да? Слово Божье полезно. Для чего? Для назидания, для исправления, для обличения. А потом он уже написал, да будет совершен Божий человек. Да будет подготовлен Божий человек ко всякому доброму делу. Так вот, чтобы быть подготовленным, слушаем Слово Божье. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляемых связей, при действии в свою меру. При действии, а не без действий. Ты понимаешь? У тебя тоже так написано? При действии. Классно, в одну строчку у вас. В свою меру каждого. Слушайте, дайте маркеры, я прямо здесь подчеркну. Ну, реально, смотри. При действии, не без действий. Смотри. Каждая часть тела, она должна быть в действии. Это действие, а не бездействие. Если какая-то часть тела без действий, она атрофирована. Она не может выполнять ничего. Смотри. Все доступно написано черным по-русскому. В действии, в свою меру. То есть у каждого есть своя мера действия. Есть своя мера действия. У каждого. Насколько это важно? Смотри. У каждого. Скажи у меня. Ты же каждый. Не через одного. Знаете, есть в армии, да, рассчитаясь там через одного, там, первого до трех, там. Нет, нет, нет. Вот смотри. С первого до последнего. Вот все 55, сколько крест, 55 человек, они по порядку имеют свое действие. Каждый. Смотри. Каждый. Я ничего не придумаю. Слово Божье. Я ему верю. Каждый действует в свою меру. То есть у каждого определена мера своего действия. Какая твоя мера сегодня? Фу. Вопрос на засыпку. Ну ты грузишь. Как на экзамене. А вот ты задай себе вопрос. Просто домашнее задание. Напиши на листике. Вот выпиши это место. Если ты считаешь себя частью тела Христа, если ты отлепился от тела Христа и прилепился к этому миру, да, ты в этот момент вот исполнил то местописание, где ты прилепился к блуднице. Потому что блудница – это этот мир. Это прообраз. Ты понимаешь? Если ты не прилепился к Христу, значит, ты автоматически прилепился к этому миру. Тогда тебе нужно просто через покаяние, восстановление, просто примириться с Богом и мы поможем тебе примириться с Богом. Ты будешь спасен, ты будешь принят Иисусом и все, слава Богу. Так вот, я говорю о ко всем спасенным сегодня. Все спасенные сегодня, они являются частью тела Христа. А значит, каждый, каждый спасен, он имеет свое действие. Задай себе вопрос. «Почему я сегодня в бездействии?» Почему? И у каждого есть свои твердыни. Я знаю. Кто-то устал, кто-то наслужился, бросил, кто-то еще не наслужился, только ждет, пока ему 80 лет исполнится, потому что он жить хочет. Да, это было во все периоды. Иисус говорит, пошли за мной, а кто-то ему говорит, о, я нового коня купил, надо валов, да, купил, надо поехать там, нормально их проверить, а кто-то там поле купил, надо посеять, а кто-то на свадьбу, а кто-то еще куда-то. У каждого свои были отговорки. Так что ничего нет нового под солнцем. Но в теле Христа я верю в силу этих слов. В действии, при действии каждого, да, в свою меру, каждого. Поэтому это очень важный момент в нашей жизни. Чтобы тело Христа, оно было в гармонии, тогда оно будет исцелено. На сегодняшний день, если всего 10% тела в гармонии с головой, остальные 90% парализованы, спасибо за подсказку, парализованы, да, это грубо звучит, но это парализованы. Мы позавчера молились за человека, у которого после инсульта парализованная была сторона, чуть-чуть нога работала, чуть-чуть рука, на улице встретились с этой колясочкой, все помолились, он переживает, он плачет. Бог его коснулся, слава Богу. Он никогда сюда не придет, потому что, ну, не знает, куда идти, но мы увидели, мы подошли, помолились, он получил утешение. Знаете, эта картина, я увидел, вау, мы тут бегаем по улицам, у нас все есть, слава Богу. Человек, чтобы добраться, по центру идти, у него такие, такая коляса, коляска, ходунки, то есть он и сидит, и толкает ее, потом, а тут еще привязаны две палочки, да, как там, а, Люда там сейчас на детском служит, извините, хотел спросить, вот вам пример, и там, и там, и там, и я вижу, тело есть, реагирует, уши есть, слушает, глаза есть, плачет, искал платочек по карманам, знаете, тяжело руками такими искать, Люда достала быстрее свой, надавала салфеток, я смотрю, тело есть, а куда он с таким телом побежит, он просто еле из дома вышел, сколько часов ему нужно добраться, куда-то найти солнечную полянку, посидеть в центре, подышать воздухом, и мы отходим и смотрим на него, а он только-только собирается там куда-то, уже перемещаться, мы уже ушли далеко, его я посмотрел, он только-только там, ты представляешь, вот тебе пример, тело, которое не согласовано с головой, голова все понимает, все осознает, все помнит, все есть, но почему-то, по какой-то причине, нога и рука не слушаются, просто атрофировались, потому что в какой-то момент сигналы не доходят, мозги продолжают посылать сигнал, я увидел Иисуса, который не атрофировался на всю голову, а продолжает думать о своей церкви, продолжает о ней, знаете, пикчись, заботиться, о своей церкви он заботится, я вижу это в Слове Божьем, мужья должны заботиться о своих женах, как и Христос, о своей церкви, а когда я смотрю на свою церковь, о которой непонятно, заботится Христос или нет, потому что я не вижу проявления заботы в вас, я не вижу действия Христа в вас, у меня вопрос, вот здесь есть какая-то коммуникация, вот да, да, вот те, которые принимают не только свои сигналы, как ноге, встать здесь, пойти туда, налить там воды, включить там это, сделать то, промолить это все, подготовить это все, потому что опаздывает часть тела, оно просто волочит себя, уже 11.01 только заходит, заходит хвост такой, знаете, хвосты такие заходят, и ищут куда бы его умоститься, и это реальность, сегодня реальность, это реальность, это я не гоню на церковь, я просто смотрю, смотрю и удивляюсь, Господи, у тебя вообще есть, вот с теми органы, какая-то коммуникация, а, церковь, я люблю вас, Иисус любит вас, так вот, Иисус глава церкви, Он хочет иметь коммуникацию со своим телом и со всеми частями тела, со всеми, абсолютно со всеми, это очень важно, Иисус, кто я в теле Христа, спрашивай Его, покажи мне, кто я, что ты говоришь мне, знаете, вот этот момент Павла, кто ты, Господи, то есть Павел, Саввел до этого, да, не знал его, когда он его узнал, второй вопрос, что повелишь мне делать, и это очень важный вопрос, потому что без гармонии в самом теле Христа, мы не получим гармонию вне, на улице, вне стен церкви, потому что тело Христа, оно не, как бы, замкнуто стенами, ты понимаешь, поэтому вопрос, во-первых, сегодня стоит, кто я, и что повелишь мне делать, я часть, и я хочу быть в действии, и когда ты понимаешь, что ты часть Христа, тогда голова, она дальше говорит, что нужно делать, это не два-три человека делают, смотрите, мы в апреле переехали, опять голо, чистая статистика, я вам как инженер говорю, инженерное образование, чистая статистика, все, голые факты, не попрешь против них, в апреле мы сюда переехали, да, полгода назад, аллилуйя, есть цель видения, Бог дал, это все, это круто, все говорили, аминь, аллилуйя, вы там головами кивали, все говорили, аминь, в итоге, спустя полгода, только человек пять, включилась, это только чуть-чуть включилась, в том, чтобы подходить к людям и практиковать пророческие, чувствовать, молиться, и это только пять человек, из пятидесяти взрослых, не считая женщин и детей, не считаем детей, из пятидесяти взрослых, только пять человек, сколько это процентов? Десять, десять, предназначения церкви, у меня сейчас спрашивают, те, которые ходят, а что будет, когда мороз будет? А когда мы, а что мы, а может дальше больницы? Я говорю, да, аминь, дальше больницы, дальше, дальше торговые центры, больницы, все, кто имеет нужду. Знаете, почему? Я говорю, только знаешь, что, мы вообще-то за полгода должны были всю церковь снарядить, поднять и практиковать. и когда бы за полгода научились бы этим основам, тогда ты бы зашел в любую палату, сказал, у тебя то болит, а у тебя то, а у тебя то, и так только, откуда ты знаешь? Мне Иисус сказал, будь исцелен, будь исцелен, будь исцелен. Служение Джона Лейка сто лет назад, его команда заходила в больницы, и по двести человек в день выписывались людей. Двести человек в день. Сегодня один человек за твои пять лет верования, если услышал от тебя то, что ты верующий, это для тебя такая жертва, и ты весь в поту, ты признался. Как один брат на домашней группе классно сказал, говорит, да-да, сейчас никого не удивишь, сказав слава Богу. Ну да, каждый в мире, они все говорят, матюкаются, матюкаются, потом говорят слава Богу, потом говорят еще что-то, знаешь, но когда ты скажешь, слава моему Господу Иисусу Христу, ты штунда, да ты верующий. Так подожди, ты сам говоришь слава Богу через одно слово. Ты понимаешь, для кого-то это такой вообще. Так вот, дорогие, мы как тело Христа по Ему небесному сценарию должны были уже снарядиться до мороза, для того, чтобы в торговых центрах видеть, нужду подходить, молиться, и человек на месте получает исцеление. Заходя сейчас, когда холодно, в больницу, больных исцелять, мертвых воскрешать, бесов изгонять, все, что Иисус сказал делать. Я аминь не услышал. Хорошо, дорогие. Теперь я объясню то, что я сейчас сказал на основании слова Божьего. Давайте так, что я не выдумал. Давайте так, слово Божье назидает, исправляет, обличает. 2 Тимофея 3,16, запомните. Поэтому говорим сейчас о слове Божьем. Все еще внимание сюда, да? Все, все здесь. Тело, во-первых, должны запомнить, тело Христа должно вначале быть гармоничным внутри. Церковь должна иметь гармонию внутри. Каждый должен, при действии каждого, да, в свою меру, мы получаем приращение. Там так и написано дальше. Тело получает приращение. Поэтому, Вова, еще можно это место, там, где, смотри, Ефесянам 4,16, получает приращение для созидания самого себя в любви. Для созидания самого себя в любви есть рост. Что такое рост церкви? Это не количественный рост. Смотри. О, это откровение для многих. Это, смотри, 3-4 года назад в Черкассах открылось две церкви. Для харизматов харизматическая, для баптистов баптистская. Сразу, имея финансы вливания, они делают большой зал, они делают все, ну, не будем громко говорить, что они делают. Просто создается платформа. Из харизматических церквей часть людей перетекает в ту, которая была по большей мере харизматичной. Из баптистских церквей перетекают в баптистские. Это наглядный пример, это я здесь живу, я это все вижу, это не осуждение, это факт. Как церковь сегодня можно организовать? Найди спонсора, сделай помещение крутое, сделай музыку классную, и к тебе придут люди. Ну да, они уже спасенные. По крайней мере, ты себя уже почувствуешь служителем, пастырем, потому что ты дал платформу для того, чтобы кто-то к тебе пришел. Это элементарно, вообще элементарно. Есть у тебя призвание, нету, к чему ты призван, не важно, ты создаешь платформу, которую мечтают люди, сидя где-то, у кого нету классного самовара, ты приобретаешь классный самовар, и к тебе идут. Если там нету сцены, ты приобретаешь сцену, к тебе повалят. Если у тебя нету дыма, закупил машину, все в дыму, все в славе Божьей, к тебе придут. Это совет для тех, кто хочет открыть большую церковь. Так вот, это не рост церкви. Читаем, читаем, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей. То есть связи все-таки должны быть друг с другом. При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Вот что значит рост. Что такое приращение? Это рост. Я смотрел в других переводах это рост. Чтобы увидеть рост церкви это качество действий каждого в свою меру. Теперь ты понимаешь что такое рост церкви? Это не стадион который ты мог организовать или там конференцию которую мы могли организовать и все приехали побыли мы зафоткались это не рост церкви это не рост церкви рост церкви определяет качество действия в свою меру каждого члена тела христа теперь ты понял это так чтобы тебя шоу не обмануло никакое количество да сейчас на стадионе там в дворце спорта был holy spirit night класс круто хотел поехать но не мог поехать тут служение потом туда это интересно помолиться со всеми просто побыть в атмосфере это классно но это не рост церкви хотя организаторы могли себя селфи сделать и на своей странице выставить какая большая у меня церковь это не церковь это просто определенное мероприятие поняли теперь это то что вы должны просто понять осознать потому что много разных искушений теперь мы идем во вторую часть и вторая часть это то что тело христа уже исцеленное обновленное каждый в свою меру что-то делает не парализованное но имеет определенную ну функцию всех органов оно может двигаться по этой земле да ты со мной тело христа оно не сидит на месте теперь открываем со мной такое место от луки 13 глава луки 13 глава 31 стих мы мы немножко исследуем жизнь иисуса христа почему нам нужно это знать не зная как жил иисус ты не будешь знать как жить тебе 1 она там 2.6 написано чтобы мы поступали в этом мире так как он поступал помните я говорил неоднократно это место я напоминаю чтобы в других переводах написано чтобы мы жили на этой земле так как жил иисус почему это важно 1 иоанна 2.6 вы должны это место уже знать но мы идем дальше как жил иисус вот теперь как если я хочу жить так как жил иисус если иисус глава а я тело его я понимаю что он хочет дальше делать то же самое что он и дел 31 стих тогда же к иисусу подошли несколько фарисеев и сказали уходи оставь это место потому что ирод хочет тебя убить иисус ответил пойдите и передайте этой лисице я буду изгонять демонов и исцелять людей сегодня и завтра а на третий день я закончу свое дело то что делал иисус кому то не нравилось да это не нравилось ироду это не нравилось фарисеям и здесь непонятно фарисеи друзья иисуса или же враги но просто решили его убрать с этого города как бы предупредить но это не важно важно то что иисус ответил иисус ответил то что он делал а что он делал больных изгонял и бесов больных больных исцелял видите внимательный спасибо вы внимательно слушайте больных исцелял бесов изгонял нельзя путать нельзя путать мы сегодня не знаем что делать с больными да а что делать с бесноватыми давай я с тобой поговорю давай я тебя утешу давай еще что-то и мы пытаемся исцелить да не исцелять надо бесноватого беса надо выгнать с человеком нужно поговорить а если больной нужно исцелить вот тебе последовательность этим всем занимался иисус и когда он увидел тещу Петра больную в горячке что он сделал исцелил ее он не говорил ой да как жалко да сочувствую что ж ты так вот это где ж ты простыла домашка сегодня не у Петра будет у него теща больная у кого сегодня хата свободна и вот иисус он он что делает он наоборот идет больному человеку исцеляет тещу что она делает встает здоровая и начала служить им аллилуйя ты представляешь а мы сегодня ищем где здоровые мы к ним только пойдем так вот ты должен жить так как жил иисус это примеры из реальной жизни иисуса написаны в четырех евангелиях нужно это запомнить увидеть и максимально применить свою жизнь ты понимаешь насколько это важно если ты не увидишь сегодня фокус которым ты должен жить обязательно этот мир и религиозные структуры навешивают на тебя разные маски мы с людой подходим после этого мужчины следующая к кому мы подошли женщина которая просто сидела курила на лавочке сидит нормальная не бомж то есть видно что как бы не нуждается ни в чем сидит себе курит кулечек лежит все просто отдыхает хорошая погода и мы подходим я говорю что знаете что бог вас любит просто знайте это он вас никогда не оставит никогда не покинет и у нее слезы начинаются и Люда говорит у вас что-то случилось что у вас может давайте помолимся она просто слезы вытирает смотрит на нас мы говорим говорим оно ее касается что у вас случилось она достает открытку там написано любимой мамочке там то-то-то-то-то-то-то и слова любви я читаю говорю у вас что-то случилось с вашей мамой она говорит нет с дочкой да что с ней она погибла 19 лет какой-то пьяный прокурор с бани ехал сбил ее где же справедливость эту открытку она не успела мне подарить и она носит ее это боль это непрощение и мы с ней говорим и мы ее утешаем и Бог приходит утешает ее она постаралась простить того виновного каким бы пантомимом лишь бы привлечь к Богу я ей это все или фотографиями или еще какими-то проектами я это показал бы любовь Божью чем чем мы отошли от нее я думаю Господи сколько в мире сейчас проектов лишь бы привлечь людей к Богу Бог здесь Бог реален Он не в храме живет в рукотворных Он здесь и подойдя к ней единственное что нужно было это просто явить любовь отца без всяких сценок какой сценкой ты ей сейчас поможешь она развернется и уйдет несколько слов с неба коснулись ее и она поблагодарила и пошла чем церковь сегодня занимается чем ты утешишь тех кто что-то потерял кто утратил здоровье какой сценкой ты ему поможешь кто утратил надежду кто утратил вообще стимул к жизни чем ты сегодня поможешь мы утратили фокус мы должны жить так как жил иисус и подходя к человеку очередному я не знаю что у него болит и чем он страдает но я знаю если я сейчас возьму какую-то форму лишь бы привлечь в церковь я его отпугнул потому что он узнает что я его пытаюсь манипулировать вместо того чтобы указать на отца и сказать на любом месте бог любит тебя это так важно жить так как жил иисус это так важно увидеть как жил иисус это так ценно жить с иисусом понимать Матфея 28 глава последние слова Иисуса Христа на этой земле когда человек уходит он говорит самое важное никаких анекдотов уже никаких историй слова которые Иисус говорит это последние звуковые слова которые ученики услышали в свои уши я верю это очень важные слова очень важные слова 18 стих и приблизившись Иисус сказал им дана мне всякая власть на небе и на земле это важные слова власть Иисуса Христа она неопровержима не оспаривается непоколебима на небе и на земле власть власть Иисуса Христа на небе и на земле абсолютно не оспаривается не оспаривается и так идите научите все народы что должны были сделать апостолы ученики Иисуса Христа пойти пойти и научить крестя их во имя Отца Сына Святого Духа уча их соблюдать все что я повелел вам что им нужно было сделать собраться вместе и решить что нам лучше сделать нет как нам лучше сделать нет а какой проект еще ни одна церковь не делала чтобы мы сделали и к нам люди пришли нет забудьте о том кто что-то делал на этой земле слова Иисуса Христа последние слова Иисуса Христа он сказал научите все народы делать то что я повелел вам делать ты понимаешь эту цепочку эта цепочка оборвалась в какой-то период истории когда церковь отошла от Иисуса как главы и прилепилась к этому миру и блудила с этим миром с духом этого мира ища себе пользы авторитет влияние Иисус говорит я имею власть и влияние на небе и я имею власть и влияние на земле это авторитет авторитет это власть это власть какую еще власть церковь ищет здесь в этом мире если она отлепилась от главы Христа значит она прилепилась к этому миру значит ищет своей власти она не имеет власть пока не соединится со главою Христом церковь имеет власть в нем аминь и что церковь должна делать соблюдать соблюдать все не часть все соблюдать что Иисус повелел своим ученикам ты понимаешь и он говорит я с вами во все дни до скончания века и здесь аминь это его слова я доверяю его словам я доверяю его сердцу я доверяю его выбору лучший проект на свете лучший проект из проекта лучший проект который финансов не требует алло церковь никаких финансов не надо даром получил даром даешь аллилуйя и при этом ты имеешь абсолютную власть во Христе Иисусе знаете и с некоторыми верующими иногда говорю они говорят так это же он апостолам сказал открываем дальше что он сказал апостолам да он говорил и апостолам и ученикам он говорил 10 глава 7-8 стих давайте давайте да первый стих 10 глава очень важный стих и призвав 12 учеников своих он дал им власть Матфея да Матфея мы по Евангелию идем это жизнь Иисуса Христа потому что мы должны знать как жил он чтобы нам жить так же как жил он дал им власть над нечистыми духами чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь аминь 7 стих ходя же проповедуйте приблизилось царство небесное больных исцеляйте прокаженных очищайте мертвых воскрешайте бесов изгоняйте даром получили даром давайте аминь дальше идем 16 глава марка там 16 стиха написано кто уверует спасен будет говорите кто уверует спасен будет не уверует осужден и 17 стих уверовавших кого уверовавших то есть это не апостолов уже ты со мной это не апостолов 16 стих это говорится апостолам да высветить 16 стих один стих кто будет веровать он сказал апостолам чтобы они шли и говорили Слово. И кто будет веровать, крестится, и спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И теперь 17 стих говорится о тех людях, которые услышат Слово, услышат благую весть и уверуют. Это апостолы? Нет. Это уже те все народы, которые услышат. И вот теперь смотри. Уверовавших же будут сопровождать сие знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. Если что, смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними, хорошее такое беседование, хорошо так побеседовал. Хорошая беседа последняя, да? Вознесся на небо и воссела десною Бога. Аллилуйя! Он свою работу на земле закончил. То, чему должна церковь сегодня ухо свое преклонить, тому, что он сказал делать, после того, как он сказал, что делать. А они, кто они? Апостолы, пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. И опять Аминь! Ты представляешь, насколько это важно нам понять, что мы сегодня делаем. если ты не молишься, а если молишься за больного, он не исцеляется, уверовал ли ты? Если ты изгоняешь беса, он не хочет уйти, уверовал ли ты? Может, ты своей властью, как всем сыновей скевы это пытаются сделать, может, тебе просто нужно соединиться опять со главой? Может, тебе со главой надо синхронизироваться? Кому сегодня дана вся власть на небе и на земле? Иисусу. А если ты в Иисусе, кому сегодня дана власть на небе и на земле? Христу в тебе. Господь Иисус. Я верю, ты не изменился и не изменишься. Я верю, ты тот же. Ты как глава церкви, глава тела. Есть твои планы на эту землю. Есть твоя воля на эту землю. Есть твоя воля на церковь на этой земле. Есть. Есть Иисус. Я прошу тебя сейчас. Ты когда ходил по этой земле, ты ни разу не заболел. Твое тело, оно было в полноте и в гармонии с небесным Отцом. Твое тело, оно тебя не подводило. Даже когда его били, истязали, и повесили на кресте, чтобы ты мог взять на себя все грехи людей, все немощи и болезни. Твое тело на этой земле смогло исполнить твое предназначение, к чему ты был призван Отцом от начала и до конца. я прошу тебя отец небесный благослови тело Иисуса Христа сегодня церковь, чтоб была благословена тобой. И каждый орган твоего тела, он был исцелен. И пусть сила Духа Святого сегодня проникнет сквозь эту толщу твердынь лжи обмана. Сила Духа Святого да сойдет на всякую мертвую часть, да будет божественное исцеление Тебе я говорю парализованная рука поднимись парализованная нога поднимись встань и ходи я говорю жизнь 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 Тебе запробудись Тебе запробудись вставай пробудись церковь Бога пробудись жизнь 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 твоя жизнь твоя тело Иисуса Христа жизнь твоя жизнь как жизнь ли жизнь как ли как как ли свою жизнь Иисус, ты глава Иисус, я не глава церкви Я, как пастырь, не имею права контролировать, составлять Я подчинен тебе, Иисус Я тоже часть твоего тела на этой земле Я прошу, Иисус, сверхъестественно Скажи в каждое сердце К чему Он призван Скажи Его место Где Он в теле твоем Где Он в теле твоем И пусть эта коммуникация Она прямо сейчас пройдет Пусть эти импульсы от головного мозга Пройдут каждую часть церкви Каждый орган Кто спит, пробудись Кто мертвый, воскресни И освятит тебя, Христос И освятит тебя, Христос О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Он запущен в теле Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Тебе дана вся власть на небе и на земле. Наш Иисус, Тебе дана вся власть на небе и на земле. Мы в Тебе посажены на небеса, и Ты живешь у нас на этой земле. И это неразрывно. Нам не нужно придумывать, что нам делать завтра. Мы будем делать то, что Ты делал. И то, что Ты сказал нам делать. Пока все народы не познают Тебя. Это Твой проект Нового Завета, спонсированный небом. Это Твой проект больных исцелять, Весом изгонять, Прокаженных очищать, Мертвых воскрешать Твой проект на этой земле. И пусть помазание Духа Святого будет на церкви Твоей в этот период Нового Завета. Идя к людям, говорите, приблизилось, Возвращенуться по Божьим. Возвращена Вам любовь Бога, Его милость, Его благость, Возвращена Его милость Вам. Бог любит. Бог сострадает. Бог хочет Вас поднять. Бог хочет исцелить. Богу не все равно. Он не забыл, Он не оставил. Говорите, Возвращено Царство. Возвращено небо. Возвращено Царство. Возвращено жительство на небесах. Бог хочет спасать. Бог не хочет, чтоб погиб хотя бы кто. Говорите, 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 говорите и исцеляйте. Говорите о том, что Царство возвращено, о том, что милость Его возвращена. То, что было собрано, то, что поколений не имели, Возвращено жертвой Господа Иисуса Христа. Возвращено. Приблизилось. Царство Божье приблизилось. Царство Божье близко. Оно в тебе и во мне. Царство Божье проявляется через тебя и меня на этой земле. Моего руки, моего ноги, моего тела на этой земле. Оно в тебе и во мне. Оно в тебе и во мне. Оно в тебе и во мне. всеми царями. Царство его пребывает вовек. Аллилуйя! И царство его распространяется по этой земле через тебя и меня. Аминь. Аллилуйя! Чтобы уже живущие на этой земле не для себя жили, но для умершего за него и воскрешения. Аллилуйя!